После последнего видео об уборке подсолнечников и подведения итогов у меня очень много вопросов от моих коллег что за немецкие гибриды, откуда они раньше о них никогда не слышали честно говоря, я сам раньше с этими гибридами никогда не работал и история появления этих гибридов в моем опытном поле такова еще зимой руководитель компании Спектр Агрокрым предложил мне испытать линейку гибридов германского аграрного альянса но я неоднократно отказывался интерес компании Спектр Агрокрым был в том, чтобы испытать все эти гибриды в самых разных природоклиматических условиях а в Крыму они очень отличаются и наши условия одни и самые жесткие как по осадкам, так и по почвам а мое нежелание заниматься этими гибридами было продиктовано тем, что большинство из них предназначено для технологии Clearfield а я уже слышал немало отзывов моих коллег о том, что после евролатинга наблюдается снижение урожайности пшеницы, которую обычно сеют после подсолнечника и поэтому мне не хотелось испытывать их но как всегда в жизни бывает 100 человек говорят не получится а один находится человек, у которого все получается таким человеком для меня в этой ситуации стал Илья Николаевич Ильченко я неоднократно бывал в хозяйствах, в которых он работает в Ростовской области и наблюдал прекрасные посевы подсолнечника, которые выращиваются по этой технологии Clearfield и урожаи у них за 30 подсолнечника при этом они выращивают прекрасное, получают урожаи пшеницы пшеница у них тоже достигает и 80 центнеров с гектара и поэтому мне было интересно, как у них это получается и вот на зимней конференции Ассоциации сторонников прямого посева я с ним встретился и попросил рассказать, в чем секрет, почему у них получается на что он мне сказал, что секретов никаких нету они делают все то же, что делают и все но есть некоторые детали, на которые другие не обращают внимания первое, это сроки применения евролайтинга они не должны быть поздними, поэтому нужно и сеять раньше, и применять его раньше а второе, это нормы применения евролайтинга так, если все используют 1,2 литра на гектар то у них с успехом проходит вариант 0,7 литра на гектар вот то, что я от него услышал, меня, конечно, заставило переоценить возможности этих гибридов, и когда я вернулся в конференцию, я сказал Владимиру все, мы будем испытывать все эти гибриды но когда было принято решение испытать их, конечно же, я для того, чтобы сравнивать насколько удачно эти гибриды себя покажут, потому что все-таки об этих гибридах я ничего не слышал как они будут работать в условиях засухи я нашел гибрид Санай, который в Крыму является стандартом это считается одним из самых лучших имена гибрида устойчивых к кирлайтингу и посеял рядом Санай и все эти немецкие гибриды сейчас мы убираем Санай, это эталон Крыму среди гибридов устойчивых к кирлайтингу которые сложились в этом году, они как обычно жесткие у нас по влаге так с октября месяца по июль включительно у нас выпало 263 мм осадка при этом в этом году стояла сильная жара, больше недели стояла температура выше 40 градусов и очень сильный ветер был кроме того, на этом поле, где мы находимся, где у нас были опыты у нас предшественником был ячмень вот до сих пор пожневные осадки еще у нас не разложившиеся вот видно тоже, где был ячмень и вот, что же мы в итоге получили напомню о результатах, которые мы получили при испытании вот этой линейки немецких гибридов уголка это обычный гибрид не устойчивый никаким страховым гербицидом можно посмотреть засорение, какое здесь есть в рядах здесь работали только глифосатом до посева тем не менее этого хватило, чтобы посольщик развился здесь мы не работали по всходам никакими гербицидами и видно, что он имеет проблемы с обмяками хотя мы видим очень даже и неплохо главное свойство, которое меня интересует в этих гибридах это засухоустойчивость и самый засухоустойчивый из них гибрид Велка но мы не получили на нем самого лучшего результата вы видите, вот здесь мы убирали Велка и после он не предназначен для евролайтинга а здесь мы убирали уже остальные гибриды вы видите здесь намного чище чем здесь и видимо в условиях недостатка влаги любая конкуренция с сорняками приводит к снижению урожайности и поэтому я вижу, что у тех гибридов, у которых засухоустойчивость остальные оценивается как 8 из 10 возможных но хорошая возможность противостоять сорняками результат показывает лучше кстати у меня много было вопросов тоже а как бинарные посевы в этом году себя показали как всегда на бинарных посевах в наших условиях в условиях недостатка влаги идет снижение урожайности по сравнению с контролем дальше следующий гибрид вот мы стоим на границе это эспера это уже гибрид устойчивый к яроладнингу и если посмотреть он уже видно что он более ранний есть головки уже наклонились они согрели и если посмотреть что делается внизу то уже здесь более чисто и здесь мы видим что разные виды асота какие тут небольшие есть они не затронуты но в целом ситуация контролируется в сорняках намного лучше это это очевидно вот такие у нас уже на эспере головки они уже практически отцвели и созрели и и дальше эспера здесь мы боялись подходить близко поэтому оставляли защитную полосу но дальше видно что очень чисто внизу солома даже осталась прошлогодняя вот вот это граница другого сорта вот видно что он повыше это санфлора если спера уже практически созрела то санфлора чуть-чуть попозже очевидно созревает если смотрим без гряди и здесь ситуация по сорнякам под контролем подсолнечек находится в хорошем состоянии в все остатки соломы пришественник здесь был ячмень выбираем гибрид санфлора Видно, что Ярландинска была хорошо Междурядия чистые И опять Новый гибрид Начинается Меридис Очевидно, что он более ранний Он уже практически созрел Корзины Налились Они здесь более крупные Внизу тоже ситуация Выглядит очень хорошо В плане защиты от сорняков Он более низкий И более ранний Сейчас мы стоим на участке Где был гибрид Меридис Мы его убрали раньше Так как он оказался Наиболее скороспелым Из этих всех гибридов Вот остались только Срезанные ствоны Начинается Начинается Новый гибрид Парадиза 102 Более поздний Более поздний Но уже тоже начинается созревание Алов Смотрим ситуацию Внизу Ситуация под контролем Ситуация под контролем Хороший, ровный гибрид Гибрид Парадиза 102 Очень плотная такая Вот поближе Если посмотреть Плотная корзинка И даже центр Очень хорошо Заполнен Меноцельными семенами Они не крупные Но заполнение Очень плотное И последний Гибрид Который мы будем Сейчас рассматривать Это Парадиза 1000 Вот он начинается Сразу Более крупные головки Вот мы стоим на границе Справа Парадиза 102 А Слева Парадиза 1000 Сразу очевидно Бросаются в глаза Крупные головки И довольно ровные Остатки соломы Которые тоже помогли ему Вырасти Вот если будем смотреть Как на подбор Очень интересно Выглядит Убираем Парадиза 1000 Сразу бросаются В глаза Что здесь много Очень крупных Шляпок Так как и во время Вегетации Тоже очень чистое поле Здесь Эффективно Сравдан Не володя Нету Нигде Сладовых Садяков Очень крупные корзинки Видно Что еще радует Это чистое поле После уборки Подсоточника Здесь мы работали Евролатингом И здесь Я вижу Что нету Ни широколистных Ни злаковых Соняков Вот такие Одинокие Растения Разновидность Василька Вот так выглядит Хотя мы здесь Работали всего 0,75 литра на гектар Признаюсь У меня были сомнения Будут ли 0,7 литра на гектар Успешно работать Все таки Низкая норма При том Что мы еще применяем 35 литров раствора На гектар То есть Очень мало воды Здесь мы применили 0,75 литра на гектар И как видите Успешно сняли Все основные Проблемные сорняки Единственный Сорняк Который остался Устойчивый Это Одна из Разновидностей Василька Но Не злаковый Все самое удивительное Нету Злаковых сорняков Совершенно И нету Самого проблемного Сорняка Курая А в целом Все получилось Я считаю Даже при такой Малой норме И конечно же Это все Мы сравниваем С другими технологиями У нас тут Три технологии Это Склерфилд Экспресс Сан И обычная технология Где мы не Применяем Страховых гербицидов Вот сейчас Мы подходим К границе Где мы применяли Выращивали гибриды Устойчивые к Грандстару И применяли Грандстар Да Кстати Хочу сказать Что мы здесь Применяли Не оригинальный Евролайтинг А аналог Евролайтинга Евроленд Также как и здесь Мы работали Не экспрессом А аналогами Экспресса Это обычным Грандстаром И вы видите Начинается Совершенно другая Картина Появляются Злаковые Сорняки И вы видите Что в них Вот этот Курай Который Еще называют его Солянка русская Очень колючий Очень цепкий Как проволока Сорняк И мышей Его много И Дурничник Дурничник Видно Это уже вторая волна Его После применения Грандстара Потому что Если бы он Рос с самого начала Без обработки Грандстаром Он был бы Очень большой Вы видите Разница Здесь Большая По Засорению Но еще Большая разница Там где мы Вообще не работали Гербицидами И там Ситуация Настолько сложная Что Так же Как и вот здесь Где мы работали Грандстаром Здесь где есть Курай Нам приходится Прибегать К мульчировщику Используя Поляк Меня часто спрашивают Какую технику Еще используете Кроме Сеялки Опрыскивателя И комбайна Еще одна Один вид техники Это мульчировщик Он помогает Именно на После посева Подсолнечника В которых Растут Вот такие Проблемные Сраняки Как Курай Вот здесь Мы сеяли Сорт Сур Не применяли Ни каких Страховых Гербицидов И поэтому Неудивительно Что сейчас У нас здесь Есть проблемы С Курайом Который Не пройдет Ни одна Сеялка Поэтому Ничего не остается Делать Как применять Мульчировщик Он позволяет Все Перейти И Становится Пригодным Сосевом Я знаю Что Высокие результаты Показали Эти гибриды И в других Районах Крыма Я сейчас Не буду подробно На этом Останавливаться Но Кому это Интересно Я внизу В описании К этому Видео Оставлю Ссылку На страницу Статистики И на Ютуб канал Компании Спектр Агрокрым Котором Они показывают Наглядно Как работали Эти гибриды Какие результаты В самых разных Условиях Ну а себе Скажу Следующее Что Конечно же Те результаты Которые мы получили Они побуждают Продолжать Исследование Этих гибридов И В следующем году Мы будем Расширять Их применение На наших полях Но если мы получили Результат По урожайности И по защите От сорняков Уже налицо То пока что Полностью Перейти на них Я Опасаюсь Потому что Надо проверить Как эти Гибриды Какое будет Последействие После применения Удалось ли нам Решить Эти вопросы Это же конечно же Покажет Следующий год Если вот на этом поле Я собирался Сеять пшеницу Как обычно Делают После уборки Этого Потому что Считается Как будто Ничего нет То Благодаря моим Подписчикам Которые В своих Комментариях Вот Мне показалась Очень интересная Идея Это выращивание После подсолнечника Бобовых Культур То я думаю Что Планы Поменяются И здесь Мы попробуем Посеять горох Возможно Будут эксперименты С нутом Потому что Это более перспективно Потому что После подсолнечника Все таки Влаги маловато Для пшеницы И Лучше Пусть Здесь на этом поле За зиму Накопится влага И мы лучше Посеем Бобовые И Вот эта связка Подсолнечник Бобовый Мне кажется Более перспективно Для Более полноценного Севоборота В следующем году Я также Больше уделю Внимание Гибриду Который показал Самый лучший Результат Это Параиза 1000 Очевидно Потенциал Очень хороший Гибрида Самое главное Что Очень ровно Сразу видно Что здесь Головки Как и во время Вегетации Более крупные Очень плотно Все Центр Заполнен И я скажу Что Во время Вегетации Это был Самый Интересный Гибрид Вид Очень многообещающий Виде Геологки Видно Что она Полностью Сухая Но я думаю Что у него Потенциал Намного Больше Чем он Показал Потому что Он Более устойчив К действующим Веществу Евролайтинга Четыре раза У него Устойчивость Больше То есть Тут есть Возможность И Снивелировать После действия Перекрытий Потом Есть Возможность На этом Этот гибрид Устойчивый К новому Гербициду Евролайтинг Плюс Который Имеет Меньшую Концентрацию ДВ А меньше Концентрация ДВ Это Не только Меньшая Гербицидная Нагрузка На Почву На это Поле Но и Возможность Более Гибко Решать Вопросы Следующих Культур Потому что Я думаю Что после действия Тоже Будет Меньше То есть Можно Может быть Сроки Ожидания Новых Культур Будут Меньше Поэтому Вот это Тоже Вызывает Интерес Но Так Как У нас Он был На небольшой Площади Не было Возможности Испытать Этот Гербицид Евролайтинг Плюс Поэтому Будем В следующем Аду Проложать В этом Направлении Думаю Что здесь Есть Резервы Какой Еще Вопрос Остается У нас Больным Это Вопрос Защиты Всходов От Вредителей Много Комментариев Также Благодарю За За то Что делитесь Своим Опытом Там Был Такое Предложение Что Надо Покупать Семена Обработанные Инсектицидом Пробовали Покупали Не Защитили Поэтому Я думаю Обработка Своими Силами Перед Непосредственно Перед Посевом Она Более Перспективна Но Если У кого Есть Еще Какие Надежные Препараты Которые Дали Хороший Результат При Обработке Перед Посевом Прошу Также Делиться Для Того Чтобы Все Мы Вместе Нашли У кого Такие Есть Проблемы Защиты Всходов Нашли Какое Действительно Хорошее Решение Которое Нам Смогло Не Терять Густоту Посев Именно На Стадии Всходов Также Интересно У кого Есть Опыт Применения Удобрений При Посеве Я Вижу Что Вот Я Задавал Себе Вопрос Почему В Аргентине Например Спокойно Ложат Удобрения На Линию Посевов А у Нас Мы Видим Что Наблюдается Негативное Влияние Удобрений На Всходы Видимо Все Таки Там В тот Период Когда Во-первых Больше Осадков Высокая Влажность Почвы Когда Они Сеют А У нас Все-таки Осадков Не хватает И Влажность Всегда На пределе Даже Во-вторых Сева Уже В это Время Не Всегда У нас Выпадают Дожди И Поэтому Интересен Опыт Тех Кто Сеет И Ложит Удобрения Рядом Около Рядка На Каком Расстоянии Какие Удобрения Какие Нормы Замечено Ли Какое Это Действия Это Все Тоже Очень Интересно Если Есть У кого Такой Интересный Опыт Прошу Тоже Делиться Это Тоже Очень Интересно Я Думаю Может Будет Полезно Многим Зарителям Нашего Канала Так Хорошо Убирали Что Проблема Найти Шляпку С Пасовичком Знаете Как Я Вначале Сопротивлялся Когда Мне Предлагали Испытать Эти Гибриды Насколько Какую То Новые Возможности В Выращивании Подсолочника Хотя До этого Я думал Что Я Уже Тут Все Знаю О Возможностях Подсолочника О Защите Его От Сольняков И Я Думаю Что Впереди Еще У нас Много Открытий И Результаты Которые Получили В этом Году Подталкивают К тому Чтобы Искать Дальше И Не Станавливаться На Достигнутом Продолжение следует